еще темно еще мы со света и в дорогу еще 5 чем-то даже у меня горит а ну давай проверь 538 погодка такая еще дождь идет какой-то звук машин делать кого-то отключена где-то это лампочка давайте майков посыл тут рядышком это да но мы с собой много дел переделываешь хорошо прошу все это увидел я с балконной за ней двери коврик и все я коврик таки есть которые в селе мишка в туалет будет немножко темновать извините потому что еще рано утром ой 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 как я за поворот сегодня у нас с собой еще практика сегодня у нас длинный день будет мы же спорт еще со света делаем мы еще тренеры но я показывала раньше что мы всегда с мерседес ходить сейчас мы мерседес ногу поломала плюс у нас больше желающих детей и у нас в том году не хватало народу и вот сейчас свет прям самый разбой там помощник вот посуды будет не шатюшки едем да едем по городу это на дверь 35 по одной дороге не точно приятно не две дороги это как-то обычная между небольшими городками это и еду а я еду почти пятьдесят и постоянно смотрю потому что я знаю всегда полицейский всегда ездя и нибудь полицейский стоит посуду по утрам прячется да я раз так немножечко на брейк чтобы не развивалась скорость раз чуть-чуть на брейк и уже навстречу машины едут по другой линии едут две машины прям идут а взадь меня даже не видишь что взадь меня человек едет и он аж прям перед всеми выскочил меня обогнал встал передо мной едет и на брейк дурак что ли я ехала если бы я ехала двадцать пять на брейк где-то так я на пятьдесят ехала а вот так даже не подумала вдруг старенькая женщина едет как бы даже не дает во первых я ехала выше своей скорости который меня сто процент полицейский остановил я получил бы тики сто процент и едет как дурачок мы садим и едет и едет и едет да мне плевать вообще с утра еще пять часов 5.30 а он уже себя назло так вот такие у нас тоже бывает такой народ бывает да никогда не за очки в машине а иногда я тебе рассказывала мне говорят в лондон дэре вот так вот мужчина ехал старенький а что у нас внутри вот это только такие дороги не такие не две это трасса мы сейчас вот по трассе едем а это просто как обычно как боковая дорога я думаю да она один один вот так вот одни сюда туда и как бы и и и мужчина едет старенький муж за семьдесят едет и едет а ведь муж медленно пацан парень мужчина не знаю как возраст не старый молодой мужчина на чраке тоже обогнал его впереди него устал и достал из машины мужика избил избил мужика ты представляешь на это вообще уж так ну это просто не на память иногда едешь это как иногда едешь на дороге там иди я тебя пропускаю иди я тебя пропускаю да 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 я хочу как лучше получается как всегда никогда не стоишь на кого нарвешься ох а так раз можно ехать со включенным светом моя машина чуть-чуть не ехала она внутри же еще даже так хорошо смотрится у нас такой сильный дождь вчера был боже мой прям свинющий я над всеми цветами заниматься уже температура нам очень падает кстати вчера ватрушку из плечи творог не сделали а что прям так уже полежать немножко сидеть хотели на работу как гостиничку принесли ну ничего я себе сделала домашний творог сделала свой дар какая красивая на работе я сейчас не то что в ресторан едем вонючка какая-то в ресторан у меня одежда была вот знаете я у меня одежда была вот кто работает в ресторане работает они точно знают что твоя одежда в ресторане никогда не пахнет ой вкусно пахнет едой да прям воняет как помой да прям вот воняет у меня моя одежда была в отдельных это ну как каскет у меня такая как коробка специальная для белья а она у меня как отдельно была моя одежда я ее отдельно стирала со всякими этими средствами отдельно потому что вонючая прям и этот раз когда убирался уже после ресторана ой я сколько выкинул своих вещей рабочей кожи у меня наверно там 50 штанов с футболок а футболок тут ваш масло а че я коротенькое вся была вечно жирная масло жирная была это как только в кондитерской наверное люди пахли с дома да в кондитерской вонейкой пахли больше раз кулинарии была около дома прямо когда маленькие были ну а щас не в ресторане вообще воняет воняет но хотим обратно в СССР с СССР хотим да по ватрушкам плюшкам вы знаете что и вот я еще кстати сто процентов какая-то у них методичка у них план какой-то был на фейсбук наверное ну месяца за ну самое мало за шесть на фейсбук начали статейки появляться девочки в форуме стоят и пионеры и еда из Советского Союза когда мы были это вот начали вспоминать все это вот что так туда срезать на Советском Союзе я у меня ирпритерс уже 1907 я была молодая так а вспомните обувь купить не купишь ходишь не найдешь себе красивой одежды все какое-то убогое в автобус заходишь а в таких властях как у тебя еще блять пять человек стоит что вы хотите то? зачем вам это надо? какой Советский Союз то? пивчики блять какие-то страшилки никакого красивых вещей вообще не было я ребенком была когда я когда ребенком была я прекрасно помню свою обувь моя нога здесь а моя это сандаль вот этот деревянный такой вот здесь к салатину видна обувь такая была делали типа из натуральной кожи но мне всегда вот так подходила я как ух а здесь вот такой вообще какой проблем нет зубы и даже уже когда начали приводить из-за границы вообще когда проблем не было я себе находила такие шикарные сапожки мне всегда всю зиму сбегала вот на таких шпилях знаете а это помнишь пошире мне потому что мне не могла сделать заказ пошире как будто я инвалид по ногам вот такие блять бахилки да какие-то господи позорище какой-то даже я молодая девка мне 16-17 лет а я вот хожу как это бабка старая да вспомни сколько работали мы считаем все еще трудовые лагеря почка вы помните что все было советский союз что это было это был социализм это все должно быть общее все общее а вы спросите бизнесменам они готовы вам сейчас отдать заводы фабрики готовы отдать корабли вот это все готовы отдать на общак все хрен лысого никто вам еще не отдаст это вас так дураков готовят то что будет советский союз потому что за границей ничего присылать не будет потому что обосрался уже на войне обосрался все войну проиграл вот это удачно такие о давайте опять к союзу отдайте золото заводы отдайте все государству и пусть люди работают на эти государственные предприятия и будет все общее а то все разодрали между собой они такие миллионеры нечастники не было тогда ни у кого никаких дворцов у всех было все одинаковое квартира хрущевка там или у всех мебель одна была одинаковая одинаковая одежда все одинаковое машина была одна на двор вот что вот это советский союз или телефон боже считалось прям богатые люди в доме у единиц у нас в подъезде наверное одних только было и потом нам поставили поэтому дураков не ищите ну ты вспомнишь сколько мама работала нас подложат пошла подъезды мыли подъезды мыли или на вокзал разгружала вагоны какую-то копеечку заработать бахали как не знаю кто чтобы детей прокормить а дачу купили вот тоже так видно дачу купили потому что район мы живем у нас никто не работает в неаре научно-исследовательском институте никто не работает и они у одинокой женщины с пятью детьми собрали дачу вот они а мы хоть думаем да у нас свой огородик был банки на столе во-первых и отдых на даче был все забрали у нас в дачном участке они около речки всегда отдых свежий воздух для детей что мы в городе жили крем забрали вот Советский Союз сейчас он купил свой участок это твой а там соберут сейчас все может посмотреть вот как мы горлышки это горлышко прочистим потому что какая-то сейчас не будет эти старики сидят Советский Союз в то время у тебя писька стояла а сейчас на тебя ничего не стоит и ты думаешь сейчас Советский Союз вернут и ты сейчас будешь такой же конь прям вот именно и жрать не четко сжимаешь а да сейчас да нет не сравнишь конечно уже не вернешь мороженое вы знаете откуда мороженое появилось Микоян съездил и взял рецептуру в Америке и привез оборудование поэтому появилось хорошее мороженое был мороженое было томатное было фруктовое мороженое доматное мороженое было да никто его не ел кроме меня фруктов не любил потому что поэтому либо пойдешь мяско дайте мне вот этот кусочек мяса понимаете а там лежит шкура волосатая или костяк довесок довесок да не хочу из-за довесок платить такое уж как было мясо а они решили что так должно быть с какого это перепугу да прям даже не хочу людей дурили унижали во всем ага купить какую-то рыбу какую-то вот эту и стоишь в очередь чесает а то очень отстоял а чтобы пойти купить кусочек кубасы ты должен еще тут очень простоять ты должен тут и ход бегаешь по очередям арбузы арбузы или виноград купить надо такую очереденную несколько часов стоять кто-то скажет там во дворе в 15 магазине палочки кукурузы мы любили они такие были легенькие сахарные посыпанные такие для нас это был это десерт какой-то мы мама мама кинь нам деньги мы пошли вон стоим в очередь за этими палочками дебильными а сейчас ребенок что хочешь ты купил кто-то возможно кто-то и жил припевать в то время ну один на миллион основная это масса а в основном жили все одинаково продукты были одни и те же у всех все было одно заходишь и думаешь я в своей квартире или соседской так что одинаково было идешь смотришь тормливать обои всех одинаковые дурацкие страшилки слушай свет давай-ка мы сейчас с тобой сделаем понтины у нас будет полчаса мы с тобой сделаем сразу ну ладно давайте мы будем отключаться мы уже подъехали к школе ну что хотите в советский совет ну это ваше желание это 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 на любителя может кто-то хочет терпеть ради чего только непонятно может быть не знаю я например не хотела бы вот как я была в детстве одни конфетки были только знаете как вот у меня здесь только эти конфетки вот такие подушечки на них очень крупный сахар и чтобы вот это сахар у меня всегда язык прям болел потому что потом сосешь сахаринку с ума сойдешь даже и повидок то горько-кислое да фу на этой сладкой ноте мы остановимся добро пожалове советский союз ага все 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 а все все Продолжение следует...